Всегда любопытно изучить интересные игры на приставках прошлых лет и вдвойне интереснее те, которые так и не добрались до официального релиза. Причины тому могут быть разные, но то, что они менее распространены и доступны, это факт. Приятно, что с течения времени все больше информации становится доступно о подобных проектах и зачастую даже всплывает в интернете ромы таких вот игрушек. Вы много раз меня просили сделать ролик на эту тему, вот, исполняю вашу просьбу, где, как только не на канале Мугеймер, вы можете получить именно тот контент, который вам интересен. Так что с вас лайк, надеюсь выпуск вам понравится, но имейте ввиду, что мы говорим об отмененных играх сегодня, а значит некоторые футажи не будут так разнообразны, как хотелось бы, поскольку мы имеем дело с незавершенными, то есть с сырыми проектами. Ну что ж, начнем. Гейм Полис, канал, который позволит зрителям узнать больше об играх и самой игровой индустрии прошлого. Автор рассказывает, как тогда оценивали рецензенты культовые, гениальные, хорошие, а также откровенно посредственные проекты. Вы узнаете, на какие интересные новостные события была богатая индустрия в то время. Иногда на канале появляется видео о играх современности, ведущие рассказывают о них честно и непредвзято. В любом случае, интересно расширять свой кругозор и узнавать о новых для себя проектах, так что настоятельно советую подписаться. Автор Гейм Полис будет вам рад, ссылку вы найдете в описании. Обязательно передавайте от меня привет. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что 25 лет назад платформерами было уже невозможно удивить геймеров. В то время это чуть ли не самый распространенный жанр на всех системах, ну кроме ПК, если они уж не самые популярные. Каждая компания пыталась чем-то выделиться и придумать своего маскота, не оставались в стороне даже крупной компании, что можно сказать о более мелких. Фирма Ocean начала сотрудничать с командой разработчиков Sales Curve Interactive, которые к тому моменту закончили работу над Super Swift, довольно креативным экшеном с видом сверху, посвященный военной тематике. Эта игра известна своим разнообразным геймплеем и неплохой для своего времени графикой. И тут поступило предложение заняться платформером, а издателем бы выступила фирма Ocean. Геймдизайнеры принялись за эту задачу с пылким энтузиазмом и настолько сильно заморочились, что дата релиза все время откладывалась, поскольку планировалось внедрить в геймплей множество уникальных фишек. Так герой может взаимодействовать с окружением, что каждый раз привносит в ощущение от игры что-то новое. Он то разбивает блоки, на которых располагаются враги, то даже рушит стены, накопив достаточно сил в руках. Мы управляем роботом, в кулаки которого литые шары. Но почему-то выглядят они так, словно он надел боксерские перчатки. Наверное, красный цвет ему подарили не просто так. В общем, интерактивности здесь хоть отбавляй. То стены разрушать придется, то ударом по мусорному ведру сбивать врагов. Я уж не говорю про то, что предстоит сесть за экскаватор и шаром бабы разносить неугонных существ по уровню. Словом, это не просто платформер с типичным героем, способным только прыгать на врагов Акимарио и пользоваться какими-то спецударами. Но довольно проработанные в геймплее на плане экшен. Конечно, не Вектормен, но стоит признать, что этот парень, мистер Тафф, тоже не промах. Игра была почти готова, но из-за постоянного переноса релиза, издатель потерял к ней интерес и уже в 1995 году не горел желанием выпускать ее где-либо, предположив, что такой проект не станет коммерчески успешным. А зря, задумок в этом платформере хоть отбавляй, да и реализация даже вполне неплохая. Идем дальше. Весьма многообещающий проект, не дошедший до наших дней. Fireteam Rogue рекламировался как прогрессивный экшен, способный предоставить игроку порядка 100 часов геймплея. А еще в глаза бросается крупный спрайт и героев, что не может не радовать глаз. Но, кажется, слишком много времени и сил потратили на шумиху вокруг игры, рекламируя ее на странице журналов, но недостаточно на саму работу над ней. Посудите сами, если верить воспоминаниям некоторых участников событий, на разработку вложили свыше 2 миллионов долларов, из них 750 тысяч это только маркетинг, а он действительно был шикарным. А коллейд заморочились и сделали даже комикс, который должен вести человека в курс дела, рассказать больше о вселенной и персонажах. Но вместе с тем, сама игра должна быть не очередным платформером или адвенчурой средней руки. Предполагалось, что у каждого героя будут свои собственные способности, которые в процессе прохождения будут еще и прокачиваться. Вместе с тем, авторы подготовили большое разнообразие уровней. Должны быть как типичные для платформера эпизоды, так и участки с головоломками, даже полетами с использованием технической фишки Mount 7ус NES. А еще она планировалась и на Genesis, между прочим, но в итоге так и ничего не вышло. В чем же причина? Программист Рассел Барагов прокомментировал это так. Во время разработки мы столкнулись со множеством трудностей. Потратили уйму времени, чтобы разработать нелепый алгоритм сжатия данных, чтобы уместить все уровни в игру, хотя можно было просто вырезать несколько врагов и парочку уровней. Вместе с тем были и личные конфликты в студии, которые привели к тому, что нас покинул продюсер, когда игра была уже на стадии бета. Вскоре после этого боссы из компании-издателя спросили нас, будем ли мы продолжать работу над проектом или нет. Мы не знали наверняка, сколько еще потребуется времени и ресурсов. Так как на тот момент дела шли не слишком хорошо, ребята из отдела маркетинга посоветовали закрыть разработку. Никто попросту не был уверен, будет ли способна игра достойно конкурировать с другими проектами подобного жанра. Слишком амбициозными оказались наши задумки. Вот так, под грузом чрезвычайно крутых идей, бездумного маркетинга, хорошие проекты умирают, так и толком не родившись. А жаль, вполне возможно Fireteam Rogue могла бы стать одной из самых продвинутых игр на шнадцатибитных платформах. Помните, как на Dendy мы играли в Tom & Jerry? Это одна из самых удачных игровых адаптаций популярных мультипликационных героев. Все же, игра в значительной степени запомнилась тем, что нам предлагалось играть за мышонка, а с ним платформенные уровни смотрелись как надо, где он решал насущные для себя задачи. Лично мне, Tom & Jerry, тот, что издан позже на Genesis, нравится гораздо меньше. Управление котом там несколько неуклюжее, к слову, вариация SNES прошла по стопам 8-битной игры и не прогадала. Но кто бы мог подумать, что готовилась еще и вторая часть, во всяком случае ее так называли на ранней стадии разработки, хотя трудились над ней уже совсем другие люди. В общем, в чем суть до дела, играем мы за Jerry, собираем кусочки сыра и удираем от Тома. Все предельно просто. Некоторые виды мышиного лакомства дают нам спецспособности тем самым защищаться, однако глава котяры будет уже заметно легче и веселее. Набравшись сил, маленький герой может схватить неприятеля за хвост и огреть беднягу об пол. В арсенале мышонка есть также и более массивные орудия, которым обязательно придется воспользоваться. Здорово, что это не классический платформер, а прямо-таки догонялка, где нужны хитрость и ловкость. Можно, например, шмыгнуть в нору и выбежать из другого участка, тем самым сбив кота Тома с толку. Потому надо маневрировать, хитрить, лишь бы добежать до конца уровня. И все это представлено в шикарном исполнении. Анимация и графика прямо-таки вызывают восторг, настоящее ощущение мультика, несмотря на возможности Super Nintendo. Жаль, что она в итоге не вышла ввиду финансовых проблем издателя, ведь она получилась, как мы видим, очень даже неплохой. И снова Ocean со своим чутким стремлением заработать немного денег на шумихе вокруг нового фильма. На сей раз речь идет о Тени. Когда на больших экранах вышел этот фильм с Аликом Болдуином в главной роли, следом за ним должна была появиться игра, сделанная целиком и полностью по мотивам картины. Тень борется с Чингисханом, чтобы спасти мир от порабощения, но что-то прошло не так. Ну, вы поняли. Разработчики в качестве основы решили выбрать жанр битэмап, чтобы передать основную суть истории. Хорошее ли это было решение? Сказать сложно, возможно, что да. В конце концов, платформеры и так уже всем надоели, от них только Бэтменов выходило вон сколько, не делать же очередной клон там Бэтмен Форева. Но, чтобы игра получилась толковой, нужно добавить в нее щепотку чего-то особенного, того, что отличает конкретного героя, выделяет его историю, ведь у Тени были свои фишки, но что мы получили в итоге? Точнее, могли бы получить, просто игра вообще не вышла. Оушен не придумали ничего лучше, как просто подсмотреть у Final Fight практически все и сделать подобный битэмап, только с неуклюжим управлением и куцым набором приемов, хотя ситуация спасает возможность пользоваться двумя пистолетами, а также оружием, встречающимся по пути. Во всем остальном, враги, окружение, уровни, типичны для битэмапов того времени. Кажется, авторы решили пойти по проверенному пути и не изобретать велосипед, дабы не придумывать ничего лишнего, потому ее можно поругать только за отсутствие толковых идей. Но нужны ли они битэмапу? Кому-то да, но есть много игроков, которые скажут, что она и без того неплохо играется, и оба, пожалуй, будут в чем-то правы. Она действительно местами симпатично выглядит и ощущается не хуже прочих подобного толка, но по-настоящему сильных сторон она не имеет, видимо, издатель понимал это, а может, вместе с тем еще не устроили результаты фильма в прокате, в любом случае, игру отменили. А нам достался лишь прототип, довольно неплохой и вполне законченный, кстати, в отличие от некоторых проектов, упомянутых в этом выпуске. Чего только не придумают. Недавно вот узнал, что существовала VHS настолка под названием Atmosphere. Вроде бы как атмосфера, но записана со словом Fear, что как бы намекает. Любителям хоррор тематики такие забавы очень заходили, во всяком случае на западе спрос большой. Запись на видеокассете сопровождала всю игру и создавала свою особую атмосферу. Когда решили сделать консольную версию по мотивам, то, к счастью, не стали создавать просто очередную настолку в формате картриджа для Super Nintendo. Разработчики из Beam Software, известные уже такими проектами, как Radical Rex и Shadowrun, заморочились до того, что воссоздали из настольной игры целую историю, поместили ее в сеттинг платформера. Каждый уровень – это запутанный лабиринт со своими ловушками и загадками. Привратник строит козни и влезает в самый неподходящий момент, но справиться возможно. В зависимости от тематики уровня, у нас тут меняются враги, и это здорово так оживляет игру. В пирамидах слоняющиеся анубисы, в мрачной деревне вам будут не рады местные жители, а где-то в лесу поджидают стражники французской армии времен Наполеона. Я понимаю, что все это звучит достаточно сумбурно и даже абсурдно, но дело в том, что завершить уровень все равно не выходит. Слитый ром позволяет только лишь побегать на каждом из них и убедиться, что в какой-то степени они еще сырые. Любое малейшее касание с противниками наносит урон, так что сложность здесь не сбалансирована. Я это говорю не для того, чтобы отговаривать вас поиграть в нее, вовсе нет. Надо понимать, что отмененные проекты прежде всего интересны просто своим существованием, но я хочу отметить, что атмосфер выглядит достаточно разнообразным и грамотным платформером, с загадками и мини-играми, что в свою очередь служит не только удачным дополнением к настолке, по которой возможно фанатеи многие, но и является просто любопытным продуктом. Поиграть в нее будет интересно также и тем, кто вообще не в курсе, что это, и просто рассматривает атмосферу как самостоятельную игру. До нас дошел просто достаточно сырой ром, но по футашам, я думаю, вы и так все прекрасно видите. Неплохо я так откопал, да? Вы знаете, как меня отблагодарить. Обилие игр на Super Nintendo просто поражает. Эта консоль, да и собственно как и Sega Mega Drive, полна отличными играми. И недавно я нашел с десяток малоизвестных, но довольно качественных. Не терпится поделиться этими находками с вами. Вот, к примеру, чудесный платформер. Довольно поздний проект для SNES, красивая адвенчура и не без юмора. Вам интересно? Обязательно напишите об этом в комментариях. Также расскажите, что из отмененной пятерки на сегодня приглянулось лично вам. За какую игру вам особенно обидно, что она так и не вышла. Давайте обсудим это вместе. Спасибо, что были сегодня со мной. Как всегда, надеюсь на вашу активную поддержку. Отдельно спасибо тем, кто поддержит меня на Патреоне и оформил платную подписку. Но не менее важно, когда вы поддержите меня своими лайками, комментариями и репостами. Ведь я за то, чтобы наш канал Роас и сообщество пополнялось хорошими людьми, которые любят видеоигры и интересуются их историей. Потому я искренне благодарю каждого за помощь. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова